Я все-таки склонна кукнуть к тому клану, который считает, что для хорошей публичной речи, для эффективного общения точно нужно проанализировать аудиторию. Так, вот смотрите, для кого это жизненно важно, поставьте один, потому что переспрашивают, и это мешает жизнь, и вы чувствуете от этого какую-то ущербность, и вам это мешает один. Тот, кто считает, что иногда невнятно произносит слова, когда торопится, и, ну, хотел бы от этого избавиться, ну, на уровне так, ну, хотел бы, вот, поставьте двоечку. Тот, кто знает, что недоговаривает какие-то звуки и торопится, но абсолютно не комплексует по этому поводу, поставьте три балла. Три. Ну, и четвертое. Люди абсолютно в себе уверены, может быть, у них и есть какие-нибудь недостатки, но они говорят, нормальная у меня речь, кому надо, тот поймет. Ставим четверочки. Для меня, например, это очень важно, каким образом расслаивается аудитория. Поговорим чуть-чуть, немножко буквально о теории, об особенностях речевого аппарата. Итак, оказывается, наш речевой аппарат, ну, вот так вот он примерно выглядит, да, он состоит из верхней челюсти, зубов, твердого неба, гортани, задней стенки, голосовых связок. И это все как бы такие пассивные элементы нашего голоса речевого аппарата, с которыми мы почти ничего сделать не можем. Однако есть и активные. Смотрите, язык, губы, мягкое, маленький язычок, нижняя челюсть. Все это подвижное. Сейчас буду перечислять, а вы по номеру ставьте, у кого такое есть. То есть торопливая речь, в которой слова наскакивают одно на другое. Поставьте один, у кого есть такое, ну, скажем, такой небольшой речевой недостаток. За то время, пока я работаю, работаю я уже почти 15 лет, у многих детей, они не выговаривали, вернее, пропускали звук л. Говорили вместо ложка, кошка, лошадка и так далее. То есть звук л подменяется на звук в и лампа вместо лампа. Если кто-то пропускает звук л в середине или в начале слова, поставьте двоечку. Если вдруг, может быть, у вас такое есть, вы чувствуете, что у вас звук п не звучит, особенно если разговариваете через микрофон. Слушаете свою, например, аудиозапись и слышите, что вот все п, они вот такие вот, п, воздух. А ведь должен быть звук, да, п, 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 б, п, б. Нужно произносить звук, а не только один воздух выпускать. Если есть такое, то поставьте... Если вдруг вы глотаете концовки слов, то поставьте четыре. Есть такое? Вялая речь, так называемая, да, вот когда вы чувствуете, что вот вам плохо, вы проговариваете, и никак вы не можете его произнести, вроде бы и несложное слово. А вот несколько подходов есть такое, да. Вот такие вот у нас типичные, скажем так, недостатки. Мы с вами разберем, а нет ли у вас случайно у кого-то из вас вот таких вот так называемых неорганических недостатков произношения. Картавость, например. Картавость, знаете, да, не плохое произношение, такое раскатистое р-р-р-р-р, такое вот плохо произносимое р-р-р. Если у кого-то есть, вот так и напишите буквочку р-р-р. Мы будем понимать, что вот есть у нас такой человек, для которого это важно вот избавиться, может быть, от картавости. У кого-то, может быть, есть сюсюканье. Что такое сюсюканье? Это вот когда излишнее количество звука с-с вылетает, да. То есть мы вроде бы как говорим, ну, тут у нас есть какой-то воздух, такой ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. В общем, какой-то такой ветерочек есть у постоянной гречи. Вот это сюсюканье. Тогда напишем буквочку с-с, если вдруг у кого-то такое есть. Если шипелявость знаем, вот это вот шипешу, 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 шипешу больше, много, много, слишком много жукоши. Переспрашиваю что-то вот такое вот, да. Шипелявость это излишнее количество шипения в речи. И знаете что? На самом деле вы в этом не виноваты. Абсолютно. Вот Юрий честно признается, что у него есть славопаразиты. Юрий, они у всех есть. На самом деле, чем чаще будете записывать свое аудио, тем быстрее их зафиксируйте. Врага надо знать в лицо, да? Быстрее их зафиксируйте и постарайтесь от них избавиться. Будете себя щипать. Знаете, такой прием есть, якорение называется. Каждый раз, когда произносите слово паразит, опа, и щипните себя где-нибудь за запястье, скажем. Вот. И, соответственно, мозг будет там посылать определенный сигнал о том, что если ты еще раз так сделаешь, произнесешь это слово, тебе будет больно. И таким образом этот момент, вот, мы якорим, так называемый прием якорения. Он психологический прием на самом деле. Вот. Но довольно-таки действенный. То есть я вам посоветовала как минимум два способа. Аудиозапись и ее прослушивание и заякорить определенным образом. Лучше всего каким-то небольшим болезненным вмешательством. Для того, чтобы ваш организм, ваш мозг знал, что вы не желаете, да? То, что это связано с определенными болевыми ощущениями. Продолжение следует...